Открытие мероприятия «Далах Казахтара» началось в 11 часов 17 сентября. Но началось оно задолго до этого. Жители района собирались лицезреть национальные игры и конные забеги. Традиционно у нас на Северной Обязной, на Ипподроме проходят вторые спортивные мероприятия. Первые спортивные мероприятия у нас проходили в трейловом забеге. Следующее соревнование именно в этот день. По семи видам спорта проходят данные соревнования, данные мероприятия, праздник. В программе соревнований у нас в «Хазах-Кресе» борется абсолютно весовая категория. Далее у нас проходит стрельба из лука, традиционная стрельба из лука, перетягивание каната, аудар спак, поднятие гири. Также у нас проходят байги, скачки по трем дистанциям. Мханам байги – это на 9 километров, топ байги – на 18 километров и аламам байги – на 24 километра. Чемпион по «Хазах-Кресе» будет награжден денежной премией «Миллион тенге». Чемпион по аламам байги, именно по скачкам, будет награжден автомобилем. Все остальные чемпионы-призеры данных соревнований будут награждаться денежной премией. В состязаниях садах Ату с охотой принимали участие жители района, впервые взявшие в руки лук и стрелы. У некоторых это получалось удачно, а кое у кого – не очень. Тем не менее, это старое забытое новшество подстегивало интерес большинства мужчин. Вдоль импровизированного аула расположились ярко оформленные юрты аппаратов акимов города и сельских округов. Во всех юртах желающих угощали казахскими и не только национальными блюдами и напитками. В игре «Аудар-испак» молодые люди состязались в ловкости и умении держаться в седле. Поклонники этой игры громкими возгласами поддерживали наездников. На сцене выступающими стали силачи, принявшие участие в состязаниях по подтягиванию гирь и приседанию с бараном наперевес. Мужчины демонстрировали свою силу и выносливость. В подтягивании гирь победителем становился тот, кто наберет наибольшее количество очков, а в поднятии барана весом около 70 килограммов тот, кто за заданные три минуты присядет с ним большее число раз. В соревнованиях по казах-куреце принимали участие маститые борцы Западного и других регионов Казахстана. Методом жеребьевки были подобраны друг другу соперники. Борьба была горячей. В силу профессионализма борцов каждая пара полуанов состязалась не более 10 минут. По итогам тяжелой борьбы был объявлен победитель. Им стал наш земляк, чемпион Азии по самбо 2023 года Тимирлан Кульбай. А вот серебро в свою копилку наград добавил гость из Казалардинской области. «Поздравляю с днём города Аксай. Желаю нашей стране процветания. Сегодняшние мероприятия проводятся на очень высоком уровне. Мы прибыли для участия в состязаниях по казах-куреце. Соперники – очень известные личности, сильные и умелые борцы. Хотелось бы, чтобы таких спортивных мероприятий и состязаний проводилось в Казахстане больше. В Бурлинском районе нас встретили гостеприимно, за что я очень благодарен». Конные скачки совершались в три забега. Хунан-байге на дистанцию 9 километров, топ-байге на дистанцию 18 километров и самая длинная дистанция – 24 километра. Аламан-байге. Наездниками выступали юноши, бесстрашные и умело владеющие ситуацией и лошадьми. Захватывающий дух забеги привели к следующим результатам. В забеге Хунан-байге победителем стала лошадь Алиша Италиева из села Тайпак. Топ-байге выиграла лошадь Ильяса Дюсимбаева и Аламан-байге. Первой прискакала лошадь Хайрата Сбасар из города Ахтубе. Победителю Аламан-байге достался стоявший на кону автомобиль. Награды в денежном эквиваленте получили все призеры национальных игр и забегов. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.